всем привет всем доброе утро давайте покажу вам сегодняшний наш завтрак точнее мой завтракать я буду сегодня чисто по-русски с русского магазина бородинский хлеб копченый сыр у меня вот такой и вот такую колбасу взяла посмотрите краковская очень вкусная уже вчера вот попробовала она даже больше как ветчина чем колбаса очень-очень вкусная советую в прикуску к ним вот такие вот огурчики тоже с русского магазина сейчас разрежу посолю вот такой у меня будет сегодня завтрак софика у нас завтракает овсяной кашей здесь у меня овсяная каша на молоке с маслом банан и ягоды сегодня у меня была последняя запись у физиотерапевта опять меня помяли спина у меня в последнюю неделю кстати вообще не болела на отпуске и это вполне возможно что я там спала на твердых матрасах сейчас мне физиотерапевт говорит что скорее всего на моей со своей спиной нельзя спать на мягких матрасах это будет конечно вообще обидно менять матрасы так как кто нас смотрит знает да что нашим матрасом максимум полгода или там сколько мы недавно только и купили да мои дорогие как вы уже знаете беда пришла мой огород с это проблем с моим огурцами может громко слово сказано что это беда ну конечно воспринимать так когда твой урожай погибает дорогие мои всем огромное спасибо многие очень хорошо поддержали что многие не остались безразличны в моем беде многие писали комментариях советовали свои препаратами говорили может какой может быть какой болезнь спасибо всем огромное даже которые вы писали в комментарии я эти препараты все выписала жду с утра вот и пойти в магазин потому что магазин только открывается 9 часов утра и вот сейчас скажу все эти препараты которые вы мне посоветовали куплю сейчас вот даже выписала я в листок и листочек жили деревне 12 лет что здесь уже четвертый год усажаем от первый год с такой проблемой столкнулась какие препараты вот вы мне посоветовали это фитоспорина потом перимефос метил таблетка гиаклодин и трихоцин вот если все эти препараты конечно есть также консультантов я спрошу что они посоветуют всем еще раз огромное спасибо что многие не остались безразличны в моем виде дорогие мои сходила я в магазин сбегала сразу же переоделась готов к борьбе всеми вредителями насекомыми приближала в магазин поделилась своей проблемой в ритале так корни прямо что как будто все купили выпивает сок и что вы знаете консультанты ничего мне нового не сказал как вы мне писали многие комментарии все вот это же как слов дословно что может гниль может черная ножка вот эти разнообразные все вот этой болезни гиаклодиновая таблетка вот такие таблетки это против гнили и черные ножки как бы рассказали и эти таблетки не разводить водой а посоветовали сразу же как бы под корень каждому кусту по одной таблетке глубина не больше одной сантиметра здесь написано 100 растений честно я признаюсь я не знаю сколько кустов у меня корней если не хватит еще сбегаю купила приобрела вот этот такой трикофлор сейчас тоже прочитаем но это это порошковом виде и и надо это разводить сейчас огурцы и томаты открытого грунта защищая защищает 5 грамм на 10 литров воды это здесь здесь 10 грамм значит на 20 литров этот рожа от гнили для овощных также цветочных декоративных культур подходит вот такой препарат во первых если развести вот этот препарат надо сразу же воспользоваться если останется нельзя на следующий день течение двух-трех часов уже надо опрыскать вот этот порошок и а действует вот этот порошок на растения течение двух месяцев а это таблеточки действует всего лишь на полтора месяца потом я конечно купила также фитоспорин но фитоспорин что я хочу сказать я когда посадку что фитоспорином это надо когда сажаешь рассаду они мне объяснили консультанты но сейчас можно тоже при опрыскивать это когда уже вегетация идет основной когда рассаду типа вот над фитоспорина обязательно надо работать или грунт чернязем можно семена обработать все это универсальные растения от болезней вот здесь написано для лечения профилактики грибных бактериальных болезней тоже видит он хорошая здесь вот представляете вот никогда никогда ничем не пользовался даже врать не буду его в деревне же никакие не удавление удавление нас деревьев навоз был свой навоз от скотины так скажем а здесь я тоже работ четвертый год вот в этом году но видим может земля уже может надо будет я свои капусты всегда обрабатывала залой на чутки капроновая беру заполняю залой и каждый капусту пудрила но здесь не решила уже тоже воспользоваться препаратом под консультироваться консультантом и сего от борьбы насекомых от доведителей вот посоветовали вот такой аллатар вот попробую и сразу же я купил комплексное удобрение сударушка для огурцов но также подходит для кабачков и также для дыни конечно после этих препаратов от таблеток эти недельки конечно удобрю еще с удобрением комплексным своих огурцов что я хочу сказать конечно я всеми с вами поделюсь с этим результатом помогут ли мне эти препараты моем беде еще раз вам всем огромное спасибо слушайте у нас всегда вот так вот либо что-то происходит либо ничего не происходит мы сидим дома как тюлени вчера считая вернулись из отпуска сегодня нам понадобилось ехать в укею захотелось поехать посмотреть что там новое что есть ну и вообще нам нужен комод в детскую комнату скорее всего как бы в планах мы приехали за этим комодом но уже вы знаете да в икеи не получается так чтобы выйти только с одной вещью слушайте сейчас такая смешная ситуация была когда мы заезжали в парковку икея там стоят специальные будки для тестов на корону вирус ну мы конечно сразу разочаровались думаю блины чего с тестами только заходить потому что вроде на нашей земле это дело отменили по крайней в нашей области мы подъезжаем туда чтобы сдавать тест они говорят делайте термин на тест туда-сюда и мы такие спрашиваем разве сейчас не отменили то что магазины можно попасть без тестов андаке но не знаю может быть икея пускает без тестов а мы такие а зачем ты это мы сейчас должны то есть давать но это для желающих кто хочет но мы в общем развернулись уехали подошли какие англые спрашиваем что можно без тестов везти они горда можно без тестов открыто все то есть сейчас могли бы просто так в носу поковырять просто так зазря сразу у входа здесь обычно всегда так выставка да и вот я вижу смотрите какая нежная расцветка постельного белья новая коллекция голубая и тут такие вот ветки она точнее не голубая на камеру только голубая а в жизни на такая нежная бирюзовая очень классно мне нравится ой 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 я право влюбилась честно честно открыла я 50 таблеток на упаковочку так ли глиокладин таблетки выглядит в таком виде как будто зову прессовали все такое удобрение но здесь 50 таблеток но я не считала для интереса посчитаем что ли или лишнее положи или я ошиблась в счете бороться я свои огурцы уже подвязала вместе шпагат конечно у меня высота маленькая надо будет аллаху что на тот год и врагим сказать уже выше чтоб сварку сделал от трубы чтоб повыше было есть маленькие огурчики меня начинаем так приготовить такое сооружение под корень так сказали это сантиметр все вот так наш ребенок себе выбирает игрушки нашла себе нового друга до ранил ручку облизать все забудь давай обезьянку бери и пошли тебе нужно в это близко я особо вам икея не буду показывать в принципе уже мама вот недавно показывала ничего нового но давайте покажу смотрите какая классная расцветка появилась среди расцветок для кухни для фасада кухни мне кажется вообще шикардос вот на мой вкус это действительно шикардос прям посмотрите очень очень классно если сочетать внизу светлая например все темное для меня слишком темно но если сочетать вот со светлым какие-нибудь мне кажется все шикарно смотрите какая классная кровать для гостевой комнаты либо в комнату где скорее всего гости будут ночевать так вот собранном виде она как ну как диван или что ее можно застеливать застелить как диванчик будет выглядеть в общем то особенно вот это вот даже комоды кстати есть для хранения и если вы тянете вот тут вот хоп вот так вот она тянется и превращается в двухспальную кровать то есть если у нас соседи растянули пожалуйста двуспальная кровать уже здесь идет также два матраса эти вот ванны то есть вы этот один матрас берете хоп на сюда уже кладете очень хорошая идея для гостевой комнаты вообще класс мне очень нравится особенно вот эти вот ящики для хранения продуманные там можно например постельное белье для гостей которые только для гостей что они приехали оттуда забрали еще 219 евро на стоит давайте сразу вам покажу что мы купили купили мы все-таки комод детскую комнату с выдвижными ящиками четыре супницы взяли тарелочки вот такие супницы это новая коллекция есть такие бирюзовые и розовенькие но бирюзовая новая коллекция розовый наверно нет и такие вот салфеточки взяла а вот еще такой просеял кузова для муки у меня не было в общем то все всем привет мои дорогие у меня сегодня планы по магазинам прогуляться а магазины где техник где вещи а связано с тем скоро у нас юбилей юбилей у насти наши снохи дочки и у мамы юбилей и вот хочу немножко посмотреть какие-нибудь выбор подарки конечно не знаю у меня получится в магазине снять видео посмотрим ну короче я сегодня по магазинам мои родные магазином дорада я вспомнила у мамы пылесос уже давно старые же она хотела приобрести но вот думаю посмотреть пылесосы хорошо пылесосов конечно на разной кармане сутки не знаю как вы работают доступной цене какой ряд пылесосов хочу выбрать вот такую футболочку себе мне нравится прикольно такой пылесос сейчас посмотрю здесь вообще как выглядит щетка для ковров как раз да подходит щетка для мебели идет вот такая щетка для мебели идет вот такая щелевая щетка идет сейчас мы поедем к родителям игоря мы приглашены и давайте покажу серьги которую мы сейчас подарим из этой фирмы майорико я сказала когда буду дарить буду вам показывать это вот такие вот серебряные полуколечки и на них по три жемчуга как видите такие вот мелкие аккуратные жемчужинки сзади у них вот такие вот крепления как болтики или не болтики и не знаю тоже все серебро все изделие из серебра моя свекровь кстати носит серебро вот так вот выглядит эти сережки мне показалось что эти серьги и очень подойдут и в принципе будут сочетаться со многими колье и кольцами то есть у них ничего такого лишнего аккуратненькие полукольца и на них вот жемчужинки в общем то мне вот показалось что они такие очень универсальные это вот для свекрови как вам эти сережки напишите пожалуйста в комментариях наконец-то я дома пришла устала невозможно долго ходила по магазинам выбирала думала что купить но все-таки же мы с ибрагим посоветовали созвонились посоветовали решили все-таки приобрести купить подарок пылесос сейчас я вам покажу что за пылесос потому что уже у нее уже пылесос ухана давнишние уже и наверное и ссср пылесос она очень рада будет этого подарку я точно знаю вот наш подарок который приобрели купили выглядит вот так я уже вам показывал снимала в магазине как когда проверяла главное что мощные мощность регулируется все это вот эта кнопка в корпусе почему нам очень сильный мощный надо потому что у мамочки они к им на каждой комнате полос ковер и чтоб главное хорошо все чистила когда по рекламе объявили что будет снова титаник я себе обещала что не буду в этот раз смотреть его и что вы думаете у меня прям пульт прям рука чесалась включить этот фильм и что вы думаете я сижу его опять